Слава Украине! Привет всем от Полонского! Небольшое такое видео о состоянии дел у наших ближайших партнеров и союзников. Чтобы вы понимали о состоянии их армии и почему, например, тот же Шольц так боится Путина. Я вам сейчас дам цифру, а потом подумаем. Значит так, на сегодняшний день в Люфтваффе порядка 200 боевых самолетов. Да, 200 боевых самолетов. И аж 15 боевых вертолетов. Да. А мы еще удивляемся, почему нам никто ничего не передаст. Что он передавать будет? А неизвестно, сколько из них еще летают. Подождите, это же один, это по списку. А сколько боеспособных, я же не знаю. Дальше. Танковые войска. Это цирк, сейчас я вам скажу. 155 различных леопардов и 70 таких уже, знаете, антикварных. Угу, да. То есть, танковые войска, ну, скажем так, если серьезной войны, зацепить там на двое суток боя. Дальше. Вся армия Германии на сегодняшний день составляет 181 тысяча человек, да. Это вместе с прачками, поварами, писарями штабными и так далее, да. И чистить щеками сапог, если анюх есть. И еще 34 это резерв. Ну, говорят, что у них мобилизационный резерв 900 тысяч. Но мобилизационный резерв это такое дело, это вещь виртуальная абсолютно такая. Где эти 900 тысяч, непонятно. Вот эти вот 34 тысячи, это у них есть резерв, который они могут призвать сразу. А 900 тысяч это там, там-то рам. Вот, то есть, посмотрите, Меркель развалила фактически армию Германии, уничтожила ее, посадила Германию на газовую иглу Путина. Не только газовую, еще и на нефтяную иглу Путина. Ну, Трамп, говорю Трамп, Трамп, кстати, в отношении Германии и там некоторых других был прав все-таки. Потому что он говорил, что они не тратят необходимых средств на оборону. И это правда. Ну, вот это что это такое? 200 танков, 220 танков у вас, да? На такую страну мощную. У вас должно быть 3000 танков, 4000 танков. У вас 220. Из которых 70 антикварных. Вот так вот. Представьте себе. То есть, можно говорить о том, что как, скажем так, смотрите. Армия Германии не существует как армия, которая в состоянии вести боевые действия, полномасштабную войну. Армия Германии существует как армия, которая способна решать небольшие вооруженные конфликты на очень ограниченном участке фронта. Все. Вот это максимум. Или борьба с терроризмом. Да, вот это да. Все. Больше ничего. Абсолютно. Ни о какой защите. Фатерлянда тут даже речь не может идти. Потому что просто не существует армии. Они все списали, продали. А мы еще... А нам они говорят, что у нас коррупция. Вот где коррупция. Я когда прочитал эти цифры, у меня волосы дыбом стали последние, да? Даже на спине. Ну, это что такое? Богатейшая страна, у которой фактически нет армии. У которой бутафорская армия, на самом деле. Вот и все. Вот и все. Вот это объясняет боязнь Шольца. Вот это объясняет эти все дела. Понимаете? То есть, на сегодняшний день германская армия составляет, ну, где-то так 20% от ВСУ. При всей мощи, экономической мощи Германии. Вот что значит предательство. Еще раз говорю. Когда я говорю о фрау Меркель, у меня кроме слова предательство, измена, других слов не может быть в лексиконе. Просто потому что, с моей точки зрения, эта негодяйка, она практически чуть не уничтожила собственное государство, да? Своим заигрыванием с Путиным, своим уничтожением Бундесвера. Ну, очевидные цифры, да? То есть, тут не о чем даже говорить. Я сейчас не хочу трогать другие, но у французов там дела получше, у англичан тоже дела получше. Вот, но все равно абсолютно недостаточные вооруженные силы. Поэтому, конечно, вот откуда берутся, скажем так, вот эти проблемы сейчас с производством боеприпасов, с танками, со всеми делами. Штаты, те действительно, те тратили в свое время более-менее значительные суммы на вооружение, на оборону. И у них за это время скопилось большое количество танков, бронемашин и так далее, и так далее. И это можно понять, да? Оно стоит сейчас у них где-то там в пустыне, они нам не дают ни хрена. Окей, это ваши проблемы, на будущее учтем. Вот, но, понятно, они хотя бы тратили эти деньги на оборону. А эти чудики ели сосиски, ели сосиски, танки проели, бронетранспортеры пропили на пивных фестивалях, армию прожрали, прогудели. Вот, а теперь вот, когда действительно Гитлер новый стоит за порогом, Германия стоит и хлопает ушами, потому что воевать нечем. Меркель все списала или продала, кто и знает. И они нам еще говорят, что это там о коррупции. Продолжение следует...